Добрый день, уважаемые коллеги! Президент на прошлой неделе провел совещание по вопросам обеспечения потребностей вооруженных сил Российской Федерации и особо отметил необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного нужного для всех результата, выстроив при этом системную работу. Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может. От этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизни и здоровья. На предыдущем заседании Совета мы подробно обсудили проект межведомственного регламента взаимодействия в части планирования, реализации, мониторинга и корректировки целевого задания по обеспечению потребностей вооруженных сил. Он направлен на стандартизацию всех процедур, чтобы ведомства действовали единообразно. Это позволит повысить скорость принятия решений. Предложения по его доработке представлены. Сегодня мы должны утвердить документы. Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями. По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует. Это касается всех направлений, от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки. Такой подход должен преобладать в работе по целевым заданиям. Тем более сейчас, в преддверии зимы. Меняются условия жизни людей, и работы, техники становятся более сложными. Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды, ну и, конечно, при строительстве укрытия и фортификации. Под каждую номенклатуру формируется свой план-график с указанием конкретного исполнителя, включая при необходимости схемы поставок сырья, комплектующих, чтобы была возможность точно координировать производственный процесс. Руководители всех предприятий, участвующих в реализации утвержденных нами заданий, должны быть ознакомлены с таким планом под личную подпись, чтобы каждый четко понимал и свою задачу, и меру ответственности, с обязательным отчетом ответственных о результатах выполнения целевых заданий. Прошу рассматривать оперативно и подробно возможные предложения по совершенствованию механизмов управления, организации контроля, независимо от источников их поступления, ну и результаты докладывать на заседаниях Совета. Важный момент финансирования. Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на эти цели, должен быть использован максимально эффективно. Поэтому ресурсы нужно сконцентрировать на конкретных задачах специальной военной операции. Никто не снимал обязанности по сохранению устойчивости экономики и всей нашей финансовой системы. Это задача не только экономического блока, но и зона ответственности всей исполнительной власти страны. Прошу руководителей рабочих групп Дениса Валентиновича Мантурова, Марата Шакерзяновича Хуснулина и Татьяну Алексеевну Голикова доложить сегодня результаты работы по формированию и реализации целевых заданий и также по выполнению поручений и указаний президента по своим сферам. Попрошу министра обороны Российской Федерации Сергея Кужетча-Шойгу и руководителей МВД, Росгвардии, ФСБ проинформировать о требуемых материально-технических средствах по направлениям деятельности рабочих групп Совета.